Ау, прости. Длинный вопрос. Ну, в смысле, будет длинный ответ. Это моя. Заходи, начинай. Сколько? Ты зарабатываешь хранить, что ли? Двенадцать восемьсот? Я тебе так скажу. До восемнадцати плюс. О, нет! Мне кажется, это может очень плохо закончиться. Сгардан, если ты посмотришь это видео, и там будут какие-то каверзные вопросы, знай. Во-первых, тут вода. А во-вторых, все вранье. Меня предали. Всем привет, друзья. С вами Андрей. И это второй выпуск правдивых пенальти. Итак, в прошлом видеоролике я пробивал пенальти против своего друга. И в конце ролика он сказал трех участников, которых он бы хотел видеть на моем канале именно в этой рубрике. И вот Миша Миланин. Комментатор телеканала Матч ТВ. А как зовут? Максим. Максим, спасибо тебе. Спасибо тебе, Максим. Я это что называл? Аршавин и Криштиан Роналту. А, ну тогда понятно, почему я здесь. Аршавин и Криштиан Роналту просто не могли в этот вечер. У них были другие планы. Да. Итак, сейчас для вас мы с Мишей пробьем серию пенальти. И правила вы вроде как знаете. Если не знаете, можете посмотреть первый ролик. Там все правила объяснены. Вот. Поэтому начнем. Да. Погнали. Ту-е-фа. Ничего. 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 Я уже не играл. А, подыграй первую. Ай! Нет! Один один под ловко. Так. Первый вопрос. давай ты знаешь, есть шоу, комменшоу да 4 твоих коллеги Нобелер, Штамян подожди, давай, Константин, Денис, Казанский и Роман Гуцай у них естественно есть начальство какое-то, ну в любом случае к тебе приходит начальство вот этого комменшоу и говорят, нужно будет, мы очень хотим тебя видеть у себя нужно будет убрать кого-то одного выбери кого-то хочешь убрать одного и объяснить причину почему а обязательно нужно кого-то убрать одного, да, просто пятом нельзя в кадр не будут влазить я бы барман убрал ты бы, наверное, барман ну я просто, все мои коллеги, которые ты перечислил, знают, что я не пью а там сзади все время ходит человек за стойкой вот, мне кажется, что мои коллеги из-за него страдают периодически я не хочу, чтобы мои коллеги страдали они бы пили лимонад, бочкаревский лимонад и все а рекламу здесь можно? конечно нет Вадим Петрович, я вас продвигаю как можно я не знаю, ты хочешь, чтобы я сказал, кто из них самый не смешной? нет, не самый не смешной кого ты считаешь не, ну давай меньше всех справляются с не, не, давай по другому тогда критерию я бы тогда был вместо Гудсайта, чтобы Матч ТВ захватила ОК ТВ? не, не ОК ТВ, а это шоу коммент шоу вот а так получается, что есть люди и мои коллеги прямые есть и просто коллега профессии вот, ну а так это было бы шоу, Матч ТВ захватили бы его и все все, спасибо тебе за ответ Ром, прости второй вопрос почему именно ты решил стать комментатором? это очень длинный вопрос ну в смысле будет длинный ответ я не знаю, я играл в футбол занимался барнаульском Динамо и когда наступает момент, когда кто-то начинает завязывать с футболом вот у меня наступил такой момент а все, кто так или иначе заканчивает играть в футбол они все равно, но хотят где-то неподалеку остаться долго занимались ну и собственно говоря, была идея собственно говоря, была идея чтобы а почему бы не стать спортивным комментатором? вот такая была мечта детства, я бы настоящему не верил но спустя много-много лет оказалось, что это реально вот я думаю, что это все ровно заменить Маш, заходи! Маш, заходи! поснимаемся на камеру здравствуйте тебя даже не видно а так? а так меня видно? ты загородила всех твоих людей ну так вот ты двоих загородила если что, Миша про именно эту девушку говорил в начале видеоролика да, мы как раз обсуждаем личный вопрос я только что говорил про тебя очень здорово, что ты зашла меня зовут Мария Асгарда, мне 25 лет номер тоже может 8 9 все, пока кого я там загородила? а что вообще-то заходила? на канале после... ты периодически заходишь как к себе домой ты как чувствуешь? как к себе домой ходишь так это мой дом тогда я переделу тебя в дом Машенька, когда мы здесь снимем, пожалуйста? а то мы никогда отсюда да я буду, пошел ты еще не молся? уже мне все эти вопросы задали это моя любовь захотела сейчас оставим обязательно мы с ней будем счастливы укин, зайди в кадры вот нет, бабись это другое но тоже любовь так третий вопрос теперь Миша, ты создал меломедию ты мне известен как один из организаторов или создателей квестов заперти да ты сделал матч на Алтай да это два не связанные на мероприятии потом бочкаревский лед ну это правда мелодия вот все и теперь вот вопрос что ну как бы пустить эту травочку какую-нибудь что бы ты хотел вот если есть какие-нибудь идеи можно рассказать матч на Алтай 2 очень хотелось сделать вот именно на матч на Алтай в 2019 году я тебя первый раз увидел ну как бы пообщались первый раз вот и я запомнил твою фразу когда ты сказал в конце вроде всего этого турнира можно сказать что ты позовешь на матч на Алтае 2 футболиста сборной России двоих двоих должны были бы два приехать если бы не этот проклятый коронавирус должны были приехать Широков и Сычев они были готовы ехать в принципе вот и я надеюсь что еще будет шанс ну может быть с ними может быть с кем другим если это чертова зараза отступит наконец и нам разрешалось собирать людей понимать что это безопасно для них сами то мы обязательно сделаем у меня коллеги периодически спрашивают когда мы поедем потому что все уже хотят сюда попасть вот ну и футболисты кстати сычок вот недавно поздравлял с днем рождения он сказал я надеюсь что план создается так что он тоже я надеюсь что Дима Сычев сюда приедет говорят кстати про ютуберов вот видишь Сычев же тоже тебя можно я не буду оставлять на это ссылку оставлять не оставлять нельзя спросил Сычева я не знаю Дима он против твоего подкаста Денис Олегович наоборот он был пиарец Денис Олегович надо что-то делать так четвертый вопрос так назови трех своих самых любимых нот комментаторов кто это для тебя есть можно тоже ну пару слов почему ну Дима да с Домом Антонов я ждем вторгаться все нет ну блин это сложно но я просто не очень даже представляю как можно кого-то выделить из коллег не как коллеги лично для тебя как ты же тоже смотришь футболку не только по работе ну теперь это вообще сложно потому что я их всех знаю и теперь мне может быть до тогда ну давай так многие сравнивают меня так или иначе с Владимиром Стагниенко говорят что я на него похож голосом манера ведения репортажа это наверное объяснимым потому что он для меня являлся таким человеком которого мне очень нравилось слушать в детстве я копировал и перенимал манер мне казалось что вот это вот вот так мне интересно смотреть футбол и соответственно ну как-то мой музыкальный слух это вот немножко эту манеру этот голос он немножко перенимает я даже сейчас не могу от этого никуда деваться поэтому наверное Владимир Стагниенко с точки зрения человеческой наверное это это Виктор Гусев во-первых это человек которого я слушал в детстве когда еще не было никаких этого плюсы и всего остального ну или там они были но все равно зачастую как-то Первый канал и все остальное и этот человек который дал мне по сути ему дорогу когда я приехал в Москву в профессию да на Первом канале да на Первом канале вот и он наверное человек который дал очень много веры в себя потому что когда я приезжал учиться туда он сидел передо мной я ощущал грандиозность момента и понимал что если сейчас вот я за нее не уцеплюсь благодаря тому что вот такой человек передо мной то я буду жалеть об этом всю жизнь поэтому ну Виктор Михайлович эталон человеческого мне кажется отношения в принципе поведения подготовки к репортажу и наверное какого-то старшего товарища то есть постоянно спросить что-то поинтересоваться как дела там вообще ноль каких-то там какой-то цены себе и так далее вообще ко всем к равным неважно возраст там профессия чтобы вот поэтому наверное вот стыгниенко гусев не знаю правда третьего не знаю кого да я вот про своих коллег я вообще не знаю как из них можно выбирать с ней я практически со всеми из них вместе работал на репортажах я вообще не представляю как из них можно выбрать то есть понятно что с кем там часть с ними не работал мне пока нравится ли тебе как он работает ну я его давно конечно слушал него очень своеобразная манера я честно говоря ну он один из великих комментаторов наших российских но я не знаю просто вот вот я реально не знаю как выделить остальных и сетях стыгниенко у меня с гусевым выделяются даже по какому-то ну вот такому принципу человеческому скорее потому что они что-то значит мои коллеги я бы не хотел просто ну делать кого-то из них более значимым хотя там с кем-то у меня более тесные отношения там с кем-то нет ну не знаю правда третьего честно думаю степан моноков здесь интересный вот никита бабич вышками у меня пытает третьего комментатора казанцев и утки но я уже не знаю кого кто без губернии а можно выбирать из других видов спорта соберись миш у меня просто согласен согласен подожди а если действительно а чё про футбольник если из других видов спорта тогда тогда дмитрий тех сто процентов я почему-то потому что про футбольник спрашивали нет тогда дмитрий тех многих разных видов спорта в том числе биатлон канале и это еще один человек который не просто комментатор который человечище коллега всегда который не комментирует футбол но при этом слышит в репортаж садится в интернет начинает гуглить какую-то ерунду скидывает тебе человек на телевидении не работает не знает что например хлопает нельзя так вот даже если он смотрит твой репортаж при том что никому вообще не занимается комментарием футбола он садится в интернет начинает гуглить и скидывать какие-то истории на футболе то что тебе в репортаже прямо сейчас сию минуту может понадобиться ну то есть это просто потому что дружище вот и все пусть будет Дмитрий Терех я просто подумал что про футболь нет нет вот итак пятый вопрос лично уже наверное от меня ну чтобы я тоже как-то хребанул старалась сколько ты зарабатываешь если я сейчас скажу у людей про придет желание идти в эту профессию потому что у меня нет оклада у меня 0 рублей 0 копеек если я не работаю то есть чтоб ты понимал у меня ну то есть если я вот сейчас допустим еще месяц протяжу в Барнауле у меня не будет ни копейки зарплаты вот поэтому как бы вот так ну то есть только сдельное а это зависит от того сколько я поработал то есть вот сейчас я сижу с тобой и платишь за плату нет я не мачтовая вот и все так все нормальный ответ все 2 рублей 0 копеек 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 6 5 6 6 7 7 вопрос в конце назови трех людей которые ты хотел бы чтобы я взял у них вот такого рода интервью ну из не аршавина с крестьяном роналду я так понимаю а те кого-то по реальнее да я хочу реально вот на барнаульском уровне начал то есть соболев это можно сказать барнаульский уровень чисто теоретически тоже может пожалуйста интервью у министра спорта алексея перфильо но такого они должны как-то с футболом и связаны лучше бы да хотя мне просто чтобы пинать морис гордан я боюсь что лучше чем я к несчастью и ты тебя были на кто 3 3 3 3 3 какой очень известный городе человек блин а 3 ну что наказание за час играть моё нет моё он придумал третий как-то связанный человек с футболом чтобы он был желательно известный в городе можно не именно в футболе добирающийся но хотя бы которому пробить пенальти были чисто с моком вопросом я в любых владиславович слишком он распиарен обстать на туре эти двух девчонок короче на кружок ну интересно ничего женской аудитории вот короче смотри перфильев и мария александр и так я проиграл миши по ходу всего нашего челленджа ну и прошлом выпуске мы немножко изменили формат наказаний за каждое мой за каждым они забиты пенальти за каждый пенальти который я пропустил миша должен был мне придумывать наказание но мы решили один киво в одно озвучишь да просто новый действительно очень сложно придумывать столько наказаний тем более что они были веселыми креативно как их делать вот поэтому пусть будут объединены в одно ты сам выберешь кого-то из этих троих как бы два варианта очень смешных короче смотри на выбор очень странно не хотелось бы за оксаны николаевны как бы тоже немножко короче друзья чем мы собственно а может быть и не обязательно мне взять надо именно в следующем выпуске но не обязательно и обязательно а есть еще люди подожди с кем ты еще должен был ты сказал что было три человека с которыми хотели выпуск я еще короче а следующий какой как сказать следующий выпуск или какой один из них то пусть тогда будет следующая в следующем тебе напишу а я следующую серию пенальти андрей кори пьет исключительно в полотенце как будто только вышел из душа есть еще 2 только в полотенце без зиму да не только в полотенце бьешь серию пенальти ну бутсы над ним с ним носки там и второе наказание я понимаю есть еще за за что ну мы их объединили в общем таки туда еще ты должен сделать 15 оборотов вокруг мяча вот этих вот положив руку на мяч в полотенце двумя вещами в маленький ворот и при этом же наполнение при этом желательно не повысить возрастной ценз канала до 18 плюс я не знаю с кем это делать надеюсь что не с алексейом антоновичем как ты заколебал боюсь вот но вот оксана николаевна мне кажется может удивиться маша может испугаться может быть другим хорошо напишите обязательно в комментариях может вы кого-то хотите видеть в этой рубрике спасибо большое миши в общем спасибо большое миши меломеду обязательно надеюсь вы подпишитесь на него в инстаграм ссылочка обязательно это просто надо обязательно ссылочка на его инстаграм есть в описании можете подписаться на мой это не обязательно вот тоже ссылочка есть ну и подписываемся на канал ставим лайки не забываем нажимать на колокольчик чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы которые у нас выходят по родным с вами был андрей миша меломед всем пока 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 пока